МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каким последствиям могут привести и какое влияние окажут на наше подрастающее поколение? Вот об этом нам всем предстоит серьёзно подумать. Диалоговая площадка преобразования в образование, необходимость или очередной эксперимент привлекла широкое общественное внимание, как очередное доказательство актуальности этого вопроса. Среди присутствующих педагоги, представители власти и, безусловно, родители школьников, для кого эта тема не просто повод для дискуссии, а причина для беспокойства. Ведь кому, как не им, пожинать плоды своего и школьного воспитания? Каждый из нас, без сидящих, оказывается участником процесса образования. Есть такой момент. Ученик-то один, а на него все влияют. Влияют 9-11 лет официально. Влияют школа, семья, обслуживание влияет, а общество влияет ещё до его рождения. И все предъявляют требования. Требуют все от него. Школа требует одного, семья другого, общество, особенно вот эти две структуры, своего требует. А он один, и он должен им всем, получается, он им всем должен ответить на их требования и претензии, и притязания, ожидания. Чтобы соответствовать идеальной модели безупречного ученика, удовлетворяющего всем требованиям школы, семьи и общества, ему необходимо обладать бесконечным списком определённых качеств, которые станут главным мерилом его личности. Список этих качеств присутствующие составили, исходя из своих идеалов. Целеустремлённость, самостоятельность, образованность и доброта. Это лишь малая часть тех самых черт, которые мы мечтаем видеть в наших детях. Но откуда им взяться в молодой, ещё не до конца сформировавшейся личности? Кто должен вложить всё это в ребёнка? Нужно признать, что в школе в этом плане есть серьёзный пробел. Школа не занимается воспитанием. Достаточно посмотреть на расписание, то есть то расписание времени, которое ребёнок проводит в школе. И сколько там времени уделено воспитанию. Мы видим сетку расписания предметов. Вкрапливать в предмет математики воспитание – это очень сложно и практически невозможно. Или, допустим, физики. Да даже, по большому счёту, русского языка. Может быть, каким-то образом можно в литературу вкрапить, потому что если мы почитаем определённые произведения и будем акцентировать определённым образом внимание, то действительно там можно что-то почерпнуть доброе. Воспитание. Питание души. Когда воспитанный человек, наделённый с помощью образцов, примеров, с помощью образцов русской литературы, будет чётко понимать, что такое хорошо и что такое плохо, когда в школе будет идеология, а я считаю, в школе должна быть идеология, потому что не каждая семья может стать образцом для подражания, тогда мы получим человека, который не позволит себе в силу своих убеждений, воспитанности, прийти в школу неподготовленным, продавать, вот мы вчера говорили, испорченный продукт. Это же культура. Вы понимаете, это культура каждого. Я не согласна, что школа должна уроками воспитывать. Школа воспитывает всем. Своим видом, зданием, оборудованием класса. Она воспитывает с каждого метра. Она показывает ученику его, знаете, такую будущую лестницу. По ней надо пройтись, да, как в школе по лестнице в класс, так и по жизни, да, ступень от ступени. Воспитывают старшие ученики младших и так далее и тому подобное. То есть школа, я убеждена, это сегодня храм воспитания. Но какой этот храм, как в нем все устроено, как к этому процессу относится учитель, как к процессу образования или как к процессу неразрывного образования и воспитания, вот это очень важно. Можем ли мы требовать от школы выполнения программы «Максимум» по воспитанию наших детей? Кому под силу вложить в души юных самое главное – качество? И для чего это необходимо сделать? Чем дольше шла диалоговая площадка, тем все больше накапливалось вопросов. Хотя в данном случае это скорее плюс, чем минус. Тема образования настолько широка и сложна, что разбираться в ней требуется со скрупулезностью ювелира. Главный завет – не навреди. Давайте возвращаться к традициям. Давайте восстанавливать нашего ямальского ученика таким, каким мы хотим его видеть, а не таким, каким хочет видеть там какой-то другой регион. Я не спорю, что они приедут. И в другие регионы, и все. Они найдут себе место в жизни. Тема специфики и абсолютной своеобразности территории, а отсюда и нетипичности ямальской школы, стала лейтмотивом всей диалоговой площадки. Рано или поздно все обсуждения сводились к тому, что к необычной школе нужен необычный подход. Позже эта тема дискуссии трансформировалась в деловое предложение. Но это было потом. А пока ямальские педагоги пытались разобраться в проблемах, которые тормозят развитие заполярного образования. Претензия к родителям. Никто из родителей сейчас не встал и сказал, учителя, отойдите в сторону. Мы ответственны за воспитание детей. Где родители такие? Вы родители. Главное это родители. Это первое. И второй момент, о чем мы говорили, я понимаю, что я очень люблю русский язык. И вот о том, что его нет сейчас в школе, нет классики. Ну, вот те часы, которые стали сломать. Вот поэтому, мне кажется, это главное. Вот это воспитание, прежде всего, это наша классическая терапия. Серьезная дискуссия возникла на почве отсутствия при департаменте образования специального методического отдела, который возьмет на себя профессиональный рост и качественное воспитание самого учителя. Особенно того, кто еще только вступает на педагогический путь. Нет ее системы внутри муниципалитета. Речь идет о том, что в департаменте нет людей, которые могли бы полноправно, целенаправленно объединить школы и вести общую направленную работу на развитие педагогов. Только об этом идет речь. Если у нас слишком много бумаг и слишком много работы, значит, мы как-то что-то не то делаем. На самом деле, это тема федерального уровня. И на госсовете в декабре 2015 года Владимир Владимирович русским языком сказал снизить, доложить. Но подождите, февраль только на носу. Но вы прям сразу. Снизить это не значит? Ну, февраль. Еще сколько дней в феврале? А вдруг первому марту все отменят? Не надейтесь. Нет, вы понимаете, что проблема-то до федерального уровня доходящая. Иначе-то работа. Мы все говорим о компетентностях учителя, о том, что он должен уметь делать, как он должен учить, но мы не говорим о том, каким человеком он должен быть. Банально я могу привести пример, что когда моя сестра немного задерживала ответ на вопрос о том, есть ли у нее домашнее задание, учитель брал журнал, кидал его на стол и устраивал 10-минутную истерику. Так, давайте сформулируем, какая-то будет проблема у нас. Ну нет, бывает. Личностные качества учителя. Как это решить, я не знаю. Личностные качества учителя. Ну, что есть, то есть, что делать. Но проблема в чем? Учителя-предметники встали, руки в боки. У нас куча предметов. Посмотрите на нашу сетку. Педагоги доп. образования встали напротив, руки в боки. Посмотрите, у нас каждую неделю какое-нибудь мероприятие. И проблема-то в том, что сейчас, вот мы даже в департаменте образования сейчас ее обозначили, тоже будем думать, как над ней работать. В том, что доп. образование должно быть в помощь основному образованию. И доп. образование должно быть связано с жизнью. Помимо этого, педагоги заметили, что для современного развития ученика и его профиориентированности в огромном, постоянно расширяющемся мире профессий крайне необходимо расширить список профильных классов, давать ученикам возможность уже в школе делать судьбоносный выбор и не распыляться по всем направлениям сразу. На самом деле, такой подход как раз отражает современный вектор развития образовательной системы. Хотя в условиях нашей территориальной обособленности даже это сложно. Вот видите, огромное сообщество людей, горящий глаз. Желание делать, оно чувствуется, воскресенье, обед. Дети брошены, все занимаемся обсуждением проектов, перспектив образования. А вот мы, власть окружная, почему мы в данном случае не поддерживаем этот настрой, эту инициативу, этого желания главы, и учитывая их действительно особенность, арктическую особенность, это не российские тренды, да, это наша родная особенность, разработать им эти программы, помочь методически, помочь специалистами института, и этот эксперимент провести на одном районе. Я, Михаил Михайлович, отвечу сразу, Елене Геннадьевне, почему? А потому что то, что сейчас было произнесено как проблема, озвучено только здесь и сейчас. Хорошо? Точка отсчета есть. От радужных перспектив беседа вновь перешла на острые точки пересечения интересов. Волну обсуждений вызвала тема кочевых школ. С одной стороны, такая форма работы стала для Ямальского района своеобразной картинкой, которую можно показать гостям, презентовать как успешный проект, поделиться опытом. Но это вершина айсберга, и работать на становлением этого образовательного института еще предстоит, если, конечно, в этом есть необходимость. Приводят пример Анны Павловны Неркоги. Да это не кочевая школа, она стационарная. Понимаете, она в деревне находится. А у нас кочевание, настоящие, тысячу километров надо проехать, через день кослают. Кто будет учить, когда, кто этих быков привяжет к этой учительнице, кто будет там чего, понимаете. Там постоянно в движении находятся. А в Шучи, где они находятся, ну это другая. Это вот как у нас в Сюнай-Совете. У нас там школа, да. В Шучи можно в Сюнай-Совете срабатывать. Это Боровая. Ну, Боровая, да, прошу прощения. Ирина Геннадьевна, вы говорите, спрашивали вы своих ученых, когда ваши ученые последний раз кослали и жили в Тундре. Мы же все знаем, что сидят эти ученые ваши, да? Ну не ваши, наши, общие ученые. Они сидят как бы, ну, в кабинетах. То есть они оторваны от практики. В чем причина несовпадений сегодняшней реальности с нашими представлениями об идеале? На этот вопрос участники площадки пытались ответить, как прочувствовали и как смогли. Нет здесь четкого ответа и беспроигрышного решения. Но, может, в таком вопросе это и не нужно вовсе. Главное – видеть варианты, уметь работать в современных рамках достойно и продуктивно, и любить свое дело. В завершении площадки модератор не поставила точку, потому как здесь ее нет и быть не может. Мне уже в самом начале было приятно то, что модератор повела так разговор, что был упор на то, что все мы вместе должны делать общее дело – воспитывать наших детей. И школа, и общество, и семья. Потому что, действительно, если мы видим, если мы, например, дома мама курит, то мы хоть каждый день девочке говорим, что курить – это плохо. Девочка будет курить. Если на улице, в магазинах взрослые люди употребляют нецензурную брань, наши школьники будут ее употреблять. Хотя мы их ругаем, вызываем, отчитываем, говорим о том, что плохо, что это некрасиво. И таких примеров привести много. Я для себя сегодня лично выяснил одно, и на самом деле с этим я и пришел. Вот мы говорим, что общество, школа и семья, к сожалению, мы все понимаем, что да, это единое целое, но в практике, к сожалению, общество, семья и школа отделены друг от друга. Сегодня, как такового, к сожалению, опять же, нет полного диалога двухстороннего, такого доброго, школа и семья. Ведь родители, которые сегодня присутствовали, спасибо им за это, это основная масса, которая присутствует всегда и на родительском собрании. А есть много родителей, которых мы уже зазываем по телефону. Не только наша школа, все директора согласятся. Пишем письма и бытует мнение о том, что вот мы ребенка отдали в школу, а ваша задача воспитать и обучить. Вот здесь, к сожалению, из этого идут все проблемы. Встретились не зря, обсудили, обозначили, увидели по-другому, увидели друг друга. Вопросов больше стало, меньше вопросов не стало. Это хорошо. Есть над чем думать, есть над чем работать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!